Большое спасибо профессор Бартолев и большое спасибо Министерству иностранных дел Великобритании за то, что пригласили меня на сегодняшнюю школу конференцию. Собственно, здесь показано название моей презентации. Это новые способы дистанционного зондирования Земли при помощи спутников Сторож. И, собственно, здесь моя контактная информация дана. Если появятся какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их и сегодня, и завтра. Мой коллега Хайкл Паусер работает в обсерватории. Но что касается университета Лестера, мы известны многими вещами. Ну и, собственно, наша футбольная команда в премьер-лиге выиграла недавно чемпионат, сейчас находится на второй строчке. Но Лестерский университет известен тем, что последний король, который погиб в битве, его останки захоронены на территории нашего университета. Мы, собственно, находимся к северу от Лондона и приглашаем всех желающих посетить Академгородок нашего университета. Собственно, всех вас приглашаю. В прошлый раз, когда я был в России, это было 20 лет назад, до сих пор тепло вспоминаю визит. Я в Москве, в Москве пробовал пару дней, посмотрел столицу, и мне тогда понравилось, что на улицах Москвы можно было купить за дюйм практически пива. И, я не знаю, можно было за один фунт стерлингов купить 10 бутылок пива, я, собственно, всю Красную площадь обошел. После этого мы полетели в Красноярск, и по Транссибирской магистрали из Красноярска в Иркутск поехали, и там 10 дней провели на берегу озера Байкал. Мы изучали леса, при этом использовались спутниковые снимки, но был был емник в Улан-Баторе, именно там приходили туда картинки с европейских спутников. Кроме того, мы после этого работали с нашими японскими коллегами для того, чтобы с лесничным, с лесхозом России отслеживать самые важные переменные по динамике лесов. И, собственно, мы использовали в качестве основного показателя запас стволовой древесины. Уже говорилось с утра о том, что это один из ключевых показателей. И, собственно, то, о чем говорил профессор Бартолев, является очень важным моментом. Это кортирование разных видов древостоя. И, несмотря на то, что мы продвинемся достаточно далеко в дистанционном зондировании Земли, нам еще есть к чему стремиться. И сегодня я бы хотел с вами обсудить определенные научные аспекты, но остановлюсь и на инновациях, которые произошли в последнее время. Часть моих исследовательских работ связана с внедрением новых каких-то вещей и инноваций в использовании спутниковых данных. И университет Лестера отличается от других вузов Великобритании, потому что мы используем термооптические системы, лазерные дальномеры, и пытаемся их интегрировать и комбинировать. И это то, что позволяет нам вырабатывать решение актуальных проблем. Кроме того, мы используем облачные вычисления для обработки данных, которые поступают из различных источников. Сейчас мы оказались в такой ситуации, когда мы собираем данные в таких объемах, которые мы просто не способны обрабатывать самостоятельными силами. И в нашем университете мы используем и машинное обучение, и работаем со специалистами по компьютерным технологиям для того, чтобы обработать все собираемые данные. Это, собственно, священный Грааль, это искусственный интеллект, искусственный интеллект, который будет использоваться для обработки данных дистанционного зондирования Земли. Ну, собственно, я как сейчас буду продавец выступать, я буду пытаться вас убедить в необходимости использования нового кластера европейских спутников. И профессор Бартолёв уже говорил о том, что сейчас используется МОДИС в России для того, чтобы картировать леса. А что произойдет, если МОДИС прекратит завтра работать? Я понимаю, что МОДИС – это та платформа, которая сейчас используется на полную катушку. Ну и что, тогда мы будем использовать Лансат, и тогда у нас будет очень грубая сетка. Но если использовать Сторож-3, а не МОДИС, то мы обеспечим такое же качество данных, но при этом необходимо обеспечить гладкий переход. И, в частности, мне кажется, российским коллегам уже пришло время обсудить возможность использования европейских спутников Сторож-3. Тем более у нас есть уже определенный инструментарий, который мы разработали для решения проблем, которые сейчас стоят перед вами. Собственно, один из тех проектов, над которым мы работаем, финансируется Европейским космическим агентством. И, кстати, я с удовольствием хочу отметить, что у нас выстроены взаимоотношения с Европейским космическим агентством, и ничего не изменится в этих отношениях, даже несмотря на Brexit. И, собственно, кортирование небольших гарей. Возможно, для России это не особо актуальное направление исследовательской деятельности, потому что у вас лесные пожары очень крупномасштабные. Тем более, ну, у вас бариальных лесов очень много, но при этом есть же и сельскохозяйственные годы, которые тоже могут затрагиваться пожарными, лесными пожарами. И, тем не менее, спутниковые снимки, которые сейчас используются, не позволяют нам кортировать небольшие гарри. И здесь приходится искать альтернативные методы. Один из альтернативных методов это использование данных RLS. При этом мы используем нестандартные продукты, например, как те системы, которые становятся на спутниках Storage-1. Мы используем RLS с синтезированными решетками, с синтезированными апертурами. Соответственно, уже облака не так сильно влияют и искажают картинку. При этом фитомассу можно будет оценивать. Но возникает вопрос, а что делать, если там будет не верховой пожар, а низовой пожар? Разные пожары по-разному будут влиять на фитомассу. Ну, смотрите, раньше у нас был Storage-1, спутник, который использовался, а сейчас уже Storage-3. Ну и, понятное дело, что необходимо учитывать облака. Если гарь долго не наблюдалось, то потом уже трудно определить границы, границы зоны прохождения огня. И в реальных лесах, может быть, эти границы прослеживаются дольше, чем в других. Ну и плюс еще я уже говорил о том, что мы основной упор делаем на небольших гарях. Здесь показана карта по Африке, и в некоторых регионах мы даже не видим при помощи оптических данных поверхность, которая была затронута прохождением огня, в отличие от данных, которые получаем от RLS. Вот с правой стороны это ГАРИ, а с левой стороны это средний облачный покров. Storage-2. Там среднее разрешение гораздо более продвинутое, и даже при условиях 2А и 2Б можно отфильтровать облачность. Почему используем когерентные данные? Ну, потому что обратно-рассеянные данные используются для того, чтобы оценить влажность, оценить свойства разных видов лесов. Например, вам уже показывали глобальный продукт по фитомассе. Здесь у нас идет 6-дневное повторное измерение, а не 30-дневное повторное изменение, и это позволяет нам в динамике все это отследить. Что такое когерентность? Используется фазовый сигнал, то есть корреляция фаз. Соответственно, если структура не менялась, и речь идет о таких структурах, как строение и здания, соответственно, мы можем использовать их для устранения любых помех и белого шума. Ну, с водой все понятно, там с корреляцией все понятно, а вот что касается леса, то все будет зависеть от фитомассы. Поэтому когерентность можно использовать для оценки фитомассы. Спектральные и топографические измерения это не то же самое, что обратное рассеивание, но возникает вопрос, а можно ли использовать когерентные данные по большим районам, причем оценивая на интервале в год все. Требуется же два снимка, и когерентность это взаимосвязь между фазами этих двух изображений. Соответственно, провели наблюдение, через 6 дней увидели какой-то пробел, а через 12 дней этот пробел будет еще более выраженным, например. Поэтому когерентность это то же самое, что стабильность. И может быть у вас прошел пожар, все стабильно, а после этого когерентности уже не будет, потому что раньше был лес, потом устала гарь, а через еще какое-то время опять произошло восстановление леса. Да, кстати, не волнуйтесь, презентацию вы мою получите, без каких-либо проблем можете у меня ее попросить. Собственно, здесь как раз показано, каким инструментарием мы пользуемся. Это и срезы, которые позволяют нам скортировать когерентность по тому или иному району, при этом в автоматическом режиме все это делается. На Аляске есть исследовательский центр, откуда поступают данные в дополнение к данным с европейских спутников Сторож-3. Все это интегрируется в одну базу данных. Ну и опять же, я уже говорил, что самая большая проблема это обрабатывать такие большие объемы данных. При этом мы используем не только интенсивность, мы используем когерентные данные, делаем выборки, но это же, как я уже говорил, делается в автоматическом режиме. Используются динамические спектральные фильтры, если стоит обратное рассеивание, и после этого уже высокопроизводительные вычисления осуществляются для обработки данных. Вот в этом конкретном случае мы данные по Африке за целый год обработали. Поэтому я и говорю, что этот метод может быть актуальным для России. Когерентность от нуля до одного оценивается. Один, но, естественно, это недостижимо в изображениях, но, в любом случае, если стремится к единице значения, то это означает, что стабильность очень... коллекция стабильности высокая, то есть это как раз-таки здание, строение в городских условиях. Если... если это так, то будет значение высокое. Если значение стремится к нулю, значит это ноль. И посередине этих, между нулем и один, будет зависеть зависеть от того, насколько сплоченное растительное покрытие в том или ином районе. Ну, например, у сплоченного леса будет низкая когерентность, у лугов будет высокая когерентность. А вот, например, на юге Африки мы наблюдали значение вплоть до 0,7. Ну, посмотрите, пожалуйста, на динамику. Это не просто срез по когерентности, мы отслеживаем это все в динамике. Дальше мы можем подготовить спектральное изображение и после этого уже начать выявлять взаимосвязи. Потому что мы же не знали, как будет когерентность выглядеть после прохождения лесного пожара. Вот здесь как раз данные со спутника с Торреж-2. Вот здесь как раз-таки граница Гарри проходят. И посмотрите, пожалуйста, на то, как когерентность ведет. Здесь вот высокая когерентность вот в этом районе, а здесь цветовая кодировка говорит о том, что низкая когерентность станет высокой, буквально, ну, стала высокой через несколько дней. И это говорит о том, что когерентность напрямую увязана с прохождением пожара. Дальше мы пытаемся интерпретировать изображение в динамике для того, чтобы определить зоны прохождения огня. И, собственно, Европейское космическое агентство сейчас занимается исследованиями климатических изменений, и наши исследовательские работы проводятся в рамках этого большого проекта. Поэтому Европейское космическое агентство наставит на том, чтобы мы составили карты пораженных пожарными зон и не пораженных пожарными зон, причем с разбивкой по разным уровням. Ну, там стандартное отклонение используется и в качестве подложки используется карта почно-растительного покрова. Когерента здесь низко, это, собственно, понятно, но если, например, есть деревья, которые в результате пожара упали, то раньше когерентная была поверхность, а теперь поверхность в принципе тоже когерентная, потому что просто деревья-то упали, но они никуда не делись, поэтому возникают и под вопросы, на которые мы должны попытаться дать ответы при помощи таких данных. картинки в динамике здесь приведены. Белый цвет это зона высокой когерентности, это уже после прохождения пожаров, как вела себя поверхность. Если это сравнить с оптическими данными, то можно определить границу гады, потому что там зола, да, соответственно, черная поверхность, да и растительности меньше. И РЛС по-другому представляет эти данные, но если надо найти точную дату прохождения огня, то можно это все вывести из других данных, здесь классификатор когерентности будет не особо важен. Ну, смотрите, это вот облака и уже сезон дождей. И я это к тому, что влажность, растительный покров, почвенный покров, сезон дождей, сезон засухи, пожара, все это динамически изменяющийся ландшафт и очень трудно все это отследить по таким спектральным снимкам. Я не знаю, как когерентность меняется в течение года в российских лесах и нужно ли определить границу леса при помощи такого спектрального анализа, тем более, что еще происходит таяние снежного и ледяного покрова. Интересно будет посмотреть на результаты исследований в России. Мы провели сравнительный анализ картинок РЛС и оптических спутников сторож-1 и сторож-2 для того, чтобы определить границу Гарри. Сторож-2 определил границу, сторож-1 нет. Собственно, это часть наших телевизорских работ. Мы посмотрели, почему это происходило и какие усовершенствования надо внести. Облачный покров. Сторож-2 не видел поверхность. Возникает вопрос, а почему в некоторых случаях сторож-2 видит, а сторож-1 не видит границу Гарри? Потому что все зависит от типа пожара. Может быть, оптические данные не отслеживают определенные виды пожаров? И по пробелам мы здесь ситуацию улучшили, когда сделали определенный отступ. Мы реализовывали проект в Индонезии и изучали воздействие пожаров. Каждый год мы выявляли площади Гарри и надо было еще толщину пострадавшего пострадавшего почного слоя определять. И мы использовали лазерные дальномеры, установленные на летательных аппаратах для этого. Но при этом если торфяные пожары были, то, естественно, там глубина поражения была гораздо больше. При этом через 3-4 месяца только начиналось усыхание деревьев, поэтому сторож-1 является более информативным спутником для получения данных о восстановлении леса. Но опять же, это еще тот вопрос, с которым надо разобраться. Что касается определения даты, каждые 6-12 дней мы получаем срез данных и посмотрите на разницу между сторожем-1 и сторожем-2. Здесь процессы абсолютно разные. Спектральные, то есть это полог леса, а РЛС проникает в полог леса и позволяет нам определить разброс уже после, разброс растительности, распределение растительности после пожара. И здесь СВЧ помогают нам тоже получить изображение Гарри. Иногда просто полевых данных не хватает для того, чтобы подкрепить определенные выводы. Я один из разработчиков нового сервиса Коперник из Global Land и в 2000 или 2001 году Дмитрий Ершов, который присутствует в этой аудитории, разработал алгоритм, который позволял нам кортировать российские пожары. И это первая попытка была увязать все эти кусочки мозаики воедино. Один из алгоритмов, который используется в нашем сервисе от канадских коллег поступил, один от российских из Мозамбика и из Австралии три алгоритма. Пожары в Австралии сейчас бушуют такие, что они приводят к очень серьезным последствиям. И мы увязали все эти кусочки в единую мозаику. Никто почему-то раньше не занимался Бразилией, а там были очень серьезные пожары. и мы на основе этого проекта опубликовали статью и этот год стал исключительно два года назад тоже в Бразилии происходили серьезные пожары и в Боливии на границе с Бразилией тоже обушевали серьезные лесные пожары. Соответственно мы смогли собрать данные о зонах которые находятся в категории риска с точки зрения лесных пожаров в Бразилии и мои коллеги из совместного исследовательского центра в Италии сейчас бьются над разработкой глобального алгоритма но пока это не получается потому что у нас нет данных ни по Мексике ни по Индии ни по Китае ни по Латинской Америке поэтому я бы этот алгоритм глобальным не назвал но я протестировал алгоритм Дмитрия на этих странах и там результаты показались оказались достаточно точными даже по таким пожароопасным районам поэтому сейчас мы будем использовать эти же алгоритмы уже на спутниках Сторож 3 Сервис у нас появился но возникает вопрос а что если Сторож 3 выйдет из строя ну собственно сама программа спутников Сторож я думаю еще переживет все наши программы но тем не менее мы уже должны сейчас задумываться о том как увязать данные поступающие из разных источников так вот что касается программы Коперника есть и другие продукты по глобальным пожарам например МОДИС и плюс еще в рамках глобальных климатических изменений сейчас реализуется ряд проектов это все хорошо это позволит нам уточнять наши данные ходспот к сожалению Мартина Уильямса здесь нет но он как раз таки эксперт по по классификации интенсивности пожаров и по определению объема пострадавшей фитомассы но ходспот можно использовать для того чтобы определить зону гари и посмотрите пожалуйста на оптические данные которые мы собирали по всему миру да понятно что здесь разрешение очень грубое и очень много помех и в Европе мы сейчас пытаемся убрать весь этот белый шум если мы поможем пользователю устранить ошибки по направлению отфильтровать облака при помощи фильтров и сделать эту информацию полезной для пользователя конечного то мы сможем решить ряд проблем собственно сейчас мы думаем о том какие спутники следующего поколения будут использоваться у нас раньше использовались российские данные но в недавнее время я в основном использовал китайские данные российских данных мы в последнее время не получали поэтому было бы интересно вместе с вами попробовать интегрировать разные наборы спутниковых данных сейчас можно использовать длину разные длинные волны разные спектры можно уже отойти от ошибки вызванной методом проведения исследований ну и сторож 3 переход к сторожу 3 это то чего мы с нетерпением ждем кроме того мы пытаемся разрабатывать инструментарий который позволил бы нам провести сравнительный анализ разных моделей потому что разработчики которые занимаются моделированием ландшафтов их интересует одно специалисты по климатическим изменениям другое те кто занимается распределением растительного покрова их третье интересует поэтому нельзя все грести под одну гребенку а нам хотелось бы разработать такой инструмент который могли бы использовать специалисты разных профилей и кстати если у вас есть учетка на gmail я еще раз говорю вы можете загрузить мою потом презентацию можете щелкнуть по цветовой кодировке и там будет рассказано как наша цветовая кодировка бьется с кодировкой модис с вашими региональными картами вы можете использовать гугл карты для того чтобы по своим регионам необходимого вам разрешения карты составлять соответственно если есть учетка на gmail вы можете перейти по ссылке и посмотреть что можно с этими данными сделать тем более что здесь масштабирование можно разное делать и даже какие-то изображения накладывать на изображение лансат соответственно если например гарь у вас где-то есть то вы можете ее наложить на изображение лансата до пожара и после пожара и пользователь щелкает мышкой по этому району и получает соответствующую картинку и тогда человек уже скажет да вот мне нравится спутниковое изображение я готов использовать этот продукт кроме того мы делаем все для того чтобы валидировать получи данные кстати это одно из направлений дальнейшего сотрудничества Россия это огромная страна поэтому возникает вопрос а как валидировать и уточнить все полученные данные мы лично тоже не особо доверяем полевым данным потому что может быть человек прошел по периметру после пожара но в Европе предубеждение например следующее что в основном надо оценивать районы от пожаров непосредственно в близости от населенных пунктов потому что там страховка выплачивается и так далее а вот в сельских районах никто не оценивает настолько подробно Гарри поэтому у нас будет использоваться стратификация мы будем четко понимать сколько образцов будет выбираться какая должна быть выборка может быть будет использоваться именно по интенсивности пожара в классификации но это опять же будет ошибка вызванная методом проведения исследования кроме того будем сравнивать данные со сторожей 2 и со сторожей 3 при этом Лансат давал изображение каждые 16 дней при этом даже в условиях облаков вот собственно зона прохождения огня это Африка здесь очень сложная ситуация кстати прелесть работы в университете заключается в том что у нас студентов много и студенты работают над проектами отдельными но по сути это бесплатная рабочая сила которую мы используем они обрабатывают нам все эти изображения и мы сейчас цифровизуем оцифровываем вот эти вот все процессы в динамике отслеживали биомы стратифицировали все по данным полученным от Ходспот для того чтобы отследить все пожары это позволило нам все должным образом стратифицировать 1200 выборок у нас было 1000 пар которые мы оцифровали до и после пожара Стивен Стеймон специалист по статистике из Нью-Йорка сказал что даже если сделать под выборку по одному по одной ячейке лансат то она уже будет репрезентативной и мы хотели вообще оцифровать все а он сказал нет не обязательно этого делать можно оцифровать только ячейку по середине и он собственно доказал что если взять под раздел референтного блока то можно потом это все экстраполировать если опять же учитывать распределение биом и сейчас у нас есть база данных по большому временному интервалу всех гарий в мире ну потом у нас закончился бюджет сейчас запущена программа Коперник надеюсь в ходе реализации этой программы мы сможем усилить эту базу данных в Африке мы в долгосрочной перспективе занимались утверждением мобилидации зомб пораженных огнем ну опять же отслеживались разные времена года сезон дождей сезон засухи и мы оценили насколько эти срезы отражали текущую ситуацию и профессор Барталев говорил о том что если например сравнивать пожары которые случаются в начале сезона и в середине сезона то их последствия будут очень сильно разниться и мы пытались все эти данные подтвердить по всему району используя данные Лансат мы еще не опубликовали методологию валидации ряд показателей используется например коэффициент дайса дайса в процентном отношении площади затронуты пожарами относительно небольшие если брать всю выборку баз данных Лансат поэтому используются стандартные показатели такие как пробелы ошибка в вычислениях но еще и такие вещи как коэффициент дайса это соотношение пораженных и не пораженных пожарами зон после этого мы оценивали точность алгоритмов оценивая коэффициент дайса ну и плюс еще ошибку вызванную методом проведения исследования сейчас мы занимаемся вот чем в рамках нашей рабочей группы это подтверждение базы данных которую мы собрали используя вышеуказанный алгоритм и я надеюсь что научное сообщество после публикации утвердит правильность нашего алгоритма ну и так как у нас есть годовые данные мы оцениваем все это в динамике потому что по большому счету всем нам нужен продукт который позволял бы нам оценивать точность прогнозов год к году может может быть это первый показатель того что датчик например выходит из строя или что спектральная полоса там не соответствует расчетной мы проанализировали ряд выборок и даже модис и MCD64 и ничего там не нашли соответственно мы разработчикам алгоритмов можем уже сказать насколько точно работают их алгоритмы оценивая их по вышеуказанным параметрам ну и алгоритм Дмитрий естественно является самым лучшим потому что какие сомнения все конечно зависит от того что вас интересует если вам не нужна точная дата прохождения пожара если вас вас интересует только площадь Гарри и площадь пострадавшего леса а не точная дата прохождения пожара то данные стражи 2 это самые предпочтительные данные а вот если вам надо точную дату пожара прохождения пожара то лучше использовать модис MCD64 почему потому что там используется активное отслеживание пожаров это соответственно в динамике там термосигналы очень хорошо отслеживаются сейчас мы разрабатываем опытный образец для того чтобы перейти от модис к сторож 2 что касается обработки мы конечно теперь не каждый день это делаем потому что теперь интервал 6-12 дней но при этом в масштабах теперь 20 метров все отслеживается для этого требуется гораздо большая база данных и здесь облачные вычисления нам помогают вот здесь как раз таки модис MCD64 это официальный продукт модис а это данные со сторожа 2 а это лансат здесь видно насколько различается разрешение при составлении карт прохождения пожаров и понятное дело что не все лесные пожары в России масштабные есть и малые пожары которые там бушуют не так долго и тогда можно использовать данные со сторожа 2 следующий раздел моей презентации будет посвящен будущим возможностям которые появляются в результате создания сети мы 5 лет назад начали работать с китайскими коллегами и кстати у нас у нас проводится совместный космический семинар британа китайский и кстати иногда мы ездим в Шанхай иногда в Пекин иногда приглашаем китайских коллег в Великобританию и правительство обеих стран финансирует проведение таких семинаров у нас подписываются даже протоколы о взаимопонимании хотя вот меня постоянно за это критикуют хотя я считаю что меморанум о взаимопонимании это заявление о намерении сотрудничать и я в течение 20-25 дней своего рабочего времени в году провожу в Китае работая там с коллегами и до 3 месяцев проводят китайские коллеги в наших лабораториях они проводят собственные исследования но при этом в тесном взаимодействии с нами поэтому подумайте о том какие способы взаимодействия вы могли бы использовать ну чтобы не в течение трех дней мы там что-то обсуждали вот в рамках этой школы конференции мы всего с вами в течение двух дней будем работать надо подумать о том какие еще способы можно использовать потому что вот все полагаются сейчас на данные модис можно использовать данные поступающие с европейских спутников или интегрировать их данными модис вот Девин Гент мой коллега который работает на данных от сторож сторожа 3 в университете Лестера соответственно если окажетесь в нашем университете если вас интересуют термоданные то у нас есть соответствующие специалисты даже есть целая группа специалистов есть сельскохозяйственный университет в Китае и Пекинский университет где работают коллеги с которыми мы взаимодействуем ну сейчас у всех на слуху агротех такое словосочетание мне кажется что лесотех это то что то чем мы будем заниматься в будущем потому что мы должны отслеживать не только климатические изменения но и то как меняется состав и структура лесов это тоже будет позволять нам обеспечивать производственную безопасность вот кстати 11 тысяч ученых подписали уже петицию о том что надо будет применять более передовые технологии для отслеживания изменений структуры и состава лесов ну и можно использовать данные спутников сторож для того чтобы картировать засухи происходящие по всему миру для этого надо сотрудничать собственно что касается нашего взаимодействия с пекинским университетом мы используем алгоритм для картирования температур поверхности на территории Китая профессор Пачуэнг из пекинского университета со своими студентами последние несколько лет разрабатывал соответствующий алгоритм мы оптимизировали продукт ЛСТ по сельскохозяйственным угодям в Китае когда получили такой продукт ЛСТ мы его можем объединить с данными сторожа 3 и НДВИ индексом НДВИ о чем уже некоторые докладчики упоминали я кстати всем студентам рекомендую прочитать литературу про НДВИ они говорят ну слушайте это же еще в 90-х годах было придумано я говорю но это до сих пор актуальный индекс потому что если объединить данные по температуре с состоянием растительного покрова то мы можем очень много всего узнать про поверхностный покров и в долгосрочной перспективе нам это поможет оценить расстранение растительного покрова если получится составить карты изменения температуры поверхностной температуры в российских лесах то вы сможете все это гораздо более точно прогнозировать и VTCI растительный индекс о котором это тот индекс который разрабатывается китайскими коллегами из сельскохозяйственного университета ну собственно если мы видим изменение динамики поверхностной температуры то возникает вопрос можем ли мы спрогнозировать засуху или продолжительность засухи и если температура пойдет по верхней границе то как это скажется на урожайности можно ли это спрогнозировать мы кстати вот недавно рецензентам передали следующую публикацию на обзор Сторож 3 это не полевые не полевые масштабы да вот если перейти от Сторожа 3 к Сторожа 2 и сравнить это с данными Модис возможно вам здесь не очень хорошо видно но вот как раз таки здесь Тера Модис VTCI такие грубые квадратики здесь видно да если сюда добавить данные со спутника Сторож 2 то получается гораздо более улучшенная сетка потому что здесь два разных алгоритма используются ну собственно один из студентов сейчас докторской пишет по интеграции этих двух алгоритмов можно использовать разные источники спутниковых данных в будущем нам от этого не уйти мы должны научиться их интегрировать мы должны придумывать комбинированные модели тем более что можно использовать пространственное распределение динамическое распределение RLS данные RLS ну некоторые из них не очень высококачественные потому что там и топография будет влиять очень сильно но можно отслеживать активизмность в качестве одного из показателей и все это необходимо интегрировать в единую модель ну и вот собственно как могут сотрудничать друг с другом географы и специалисты по компьютерным технологиям я тоже еще многому здесь учусь потому что когда сотрудничаешь с разными организациями и учреждениями то постоянно новое что-то для себя узнаешь нейросети сейчас используются для отслеживания развития лесов я по образованию географ и геолог и может быть немножко биолог поэтому для меня вот эти все нейросети это просто черный ящик меня интересует что происходит непосредственно на местах в полях а некоторые готовы просто загрузить там что-то в нейросеть постучать по дереву и ждать что результат получится хорошее ну поэтому я говорю что математики компьютерщики айтишники должны работать в связке с нами мы не можем игнорировать тот факт что сейчас очень большие средства инвестируются в отцифровку всего и вся и мы тоже должны взять это себе на вооружение это кстати студент из сельскохозяйственного университета китайского заниматься этим проектом внедрением нейросетей в мониторинг лесов поэтому будут появляться передовые какие-то методы которые мы будем разрабатывать совместно с математиками для того чтобы отслеживать распространение растительности ну и последний слайд рекламный рекламный слайд университета лестера занимается дистанционным зондированием земли и будет дальше этому уделять очень много внимания коллеги физики и астрономы последние 50 лет работали в обеспечении космических полетов каждого из отдельно проведенных космических полетов у нас собственно междисциплинарная группа специалистов работает но при этом мы друг с другом не так часто общаемся я с китайцами чаще общаюсь чем с коллегами которые находятся в двухстах метрах от меня поэтому мы сейчас пытаемся построить единый центр где мы все соберемся физически в одном месте и там будем заниматься не только дистанционным задержанием земли но и искусственным интеллектом и обработкой спутниковых данных и будем обеспечивать дешевый доступ в космос и вот кстати вот видите тут даже аббревиатурка МСБ используется малый и средний бизнес то есть речь идет о том что мы будем выстраивать партнерские отношения с коммерческими организациями я кстати вот буду отвечать за прямое взаимодействие с МСБ год год этим занимаюсь уже сам до сих пор не могу разобраться со своими должностными обязанностями но я надеюсь что мы попробуем как-то стимулировать промышленных партнеров на то чтобы разрабатывать такие продукты которые использовали бы ученые в своей деятельности я надеюсь что это позволит нам совместно генерировать идеи с партнерами из коммерческих предприятий в 2021 году будет построено новое здание приезжайте и это позволит нам выстроить взаимоотношения вам выстроить взаимоотношения с университетом Лестера ну завтра мы будем отчитываться о тех проектах которые мы реализуем с другими нашими британскими коллегами здесь указан адрес моей электронной почты пожалуйста задавайте любые вопросы по почте с удовольствием на них отвечу большое спасибо за внимание если я все правильно понял вы используете древо принятия решений неправильно а почему не по не по тропическим лесам ну мы разные классификации использовали разные методологии и тот слайд который я показал в своей презентации да там речь шла о лиственных лесах потом перешли уже к оценке тропических лесов используется модель физической конгерентности и мы сначала должны были получить данные для обучения алгоритмов у нас были были данные спектрального анализа но их надо было еще было подтвердить данными полевых исследований а по программированию а вы какие библиотеки используете AGR то есть не питон ну мы три часа пару лет назад спорили на каком языке писать решили использовать и питон потому что они взаимосвязаны в принципе спасибо ваша презентация конечно очень интересно но а где будут опубликованы ваши материалы и потому что вот все то о чем вы рассказывали это очень интересно спасибо 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 Вам же перевод не шел, потому что вы наушник не надели, поэтому я еще раз все повторю. Спасибо. 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 Спасибо.